Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 16 ноября и в нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. ОВН. Увлечение наукой сделает вас знаменитой личностью. Об открытии тяжелых элементов Америция под атомным номерами соответственно 95 и 96 объявлено было в 1945 году. Их искусственно получил в 1944 году в Металлургической лаборатории Чикагского университета Гленн Сиборг с сотрудниками. Помимо этих элементов Сиборг совместно с другими учеными открыл Берки, Калифорний, Эйнштейний, Ферми и Менделевий. Тельцы. Не самое благоприятное время для реализации своих планов. Джон Браун в 1859 году попытался захватить правительственный арсенал в городке Харперс Ферри, который в настоящее время располагается в штате Западной Вирджинии, США. Попытка в силу ряда причин оказалась неудачной. Близнецы. Наконец отпразднуете долгожданное мероприятие. В 1869 году был формально открыт Суэцкий канал, на строительство которого ушло 11 лет. Над его проектом работали французские и итальянские инженеры. Раки. К вам придет творческий успех. Первый том в поисках утраченного времени классического автобиографического романа Марселя Пруста был опубликован в Париже в 1913 году. Начатый в 1909 году и незаконченный цикл «В поисках утраченного времени» состоит из семи романов, содержащих приблизительно 3200 страниц, где выведено более чем 2000 персонажей. Львы. Станете свидетелями научно-исследовательского события. В СССР в 1965 году была запущена «Венера-3» — беспилотный космический корабль, который успешно приземлился на Венере. Автоматическая межпланетная станция «Венера-3» стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты. Девы, возможно, приступите к изучению нового водоема. В 1824 году была открыта река Муфи — самая длинная река Австралии. По реке проходит большинство границ между штатами Виктории и Новой Южной Уэллс. Она берет начало в австралийских Альпах. Река, особенно в настоящее время, маловодна. Многие ее притоки пересыхают и разбираются на орошении. Весы. Будете праздновать триумф. Второй день сражения под Красным в ходе Отечественной войны 12-го года был для русских войск более удачным. Около 4-х часов дня подошел корпус Евгения Багарны. Милорадович, перехватив дорогу, нанес тяжелые потери французам. В этом бою корпус вице-короля потерял треть от своих 6 тысяч, а также багаж и орудия. Скорпионы. Удачен день во всех делах. В Версале в 1766 году родился французский скрипач, композитор и дирижер Радольф Крейцер. Ему была посвящена так называемая Крейцерова соната Бетховена. Однако Крейцер ее никогда не исполнял. Наследие Крейцера включает 19 скрипичных концертов, 40 опер и другие произведения. Стрельцы. Вероятно, организуете большое собрание. Александр Солженицын в 1974 году провел в Цурихе знаменитую пресс-конференцию о будущем России. Именно в этот день писатель предложил программу «Нравственная революция», изложенную в эссе-манифесте «Жить не по лжи». Козероги. К вашему мнению могут прислушаться большинство коллег. Выступая на пленуме ЦК, в 1981 году Леонид Брежнев затронул вопрос составления продовольственной программы. Он сказал, что нет дела более важного, более благородного, чем удовлетворение самых жизненных нужд народа. Водолей. Предстоит выполнить серьезную задачу. Между СССР и США в 1933 году были установлены дипломатические отношения. Рузвельт и его окружение сыграли великую роль в определении принципов и реализации социальной и внешнеполитической стратегии, направленной на сохранение и упрощение экономических и внешнеполитических позиций Соединенных Штатов. Рыбы. С единомышленниками вы сможете создать общественное объединение. В Варшаве в 1950 году на Втором Всемирном Конгрессе Сторонников Мира был образован ВСМ Всемирный Совет Мира. Французский физик Фредерик Жюли Кюри являлся одним из основателей и лидеров Всемирного Движения Сторонников Мира. За выдающиеся заслуги в деле борьбы за мир ВСМ награждает отдельных лиц или организации золотыми медалями мира имени Жюли Кюри. Всегда будет успешен тот, кто этого действительно желает. По словам французского математика, физика, литератора и философа Блеза Паскаль Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть и достаточно мрака для тех, кто не хочет. С вами была программа Исторический гороскоп и я, Анастасия Бусыгина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова